В далеком 1950 году астрофизик из Голландии Ян Оорт высказал мнение, что все кометы образуются в одном месте, неком облаке, окружающем внутреннее пространство нашей Солнечной системы. Нередко поблизости Солнца можно наблюдать небесные тела, материя которых в окрестностях самой жаркой звезды испаряются и уносятся от нее космическими ветрами. Эти испаряющиеся небесные тела и есть кометы. Свидетельством того, что кометы держат свой путь из весьма удаленных участков Солнечной системы, является их вытянутая форма орбит. Ежегодно астрономами фиксируется движение около десятка таких комет. Но на самом деле все эти объекты появляются в далеком облаке, которым, как считают, окружена внешняя часть Солнечной системы. Для того, чтобы узнать ответы, предлагаем совершить удивительное путешествие. Солнечная система заканчивается там, где гравитационное влияние Солнца сравнивается с влиянием соседних звезд. То есть, примерно посередине между Солнцем и ближайшими звездами. Соответственно, если расстояние до ближайших звезд, световые годы, то и Солнечная система имеет размер порядка нескольких световых лет. Таким образом, Солнечная система – очень большое образование. В тысячу раз больше по размеру, чем орбиты самых далеких планет. И придется ждать десятки тысяч лет, чтобы зонды Voyager вылетели за границу Солнечной системы. Будет также правильно сказать, что граница Солнечной системы условно очерчена облаком Оорта. Предполагаемая масса облака на сегодняшний день составляет только малую часть выброшенного материала в 80 масс Земли. Да, может показаться, что это не так много, однако облако Оорта – на самом деле гигантская сфера с рассеянным заполненным материалом, диаметр которой поражает воображение. По оценкам некоторых астрономов, этот регион начинается на расстоянии двух тысяч астрономических единиц от нашей звезды и заканчивается на расстоянии около семидесяти тысяч астрономических единиц. Считается, что облако Оорта представляет собой планетное кладбище. И этот резервуар, состоящий из триллионов ледяных объектов, появился на ранних этапах формирования Солнечной системы, когда планеты-гиганты выбрасывали более мелкие объекты за ее пределы. Время от времени некоторые из них снова движутся к Солнцу и принимают вид кометы. Облако Оорта, как предполагает, включает две отдельные области – сферическое внешнее облако Оорта и внутреннее облако Оорта в форме диска. Объекты в облаке в значительной степени состоят из водяных, аммиачных и метановых льдов. Скорее всего, что объекты сформировались около Солнца и были рассеяны далеко в космос гравитационными эффектами планет-гигантов на раннем этапе развития Солнечной системы. Хотя подтвержденных прямых наблюдений облака Оорта не было, астрономы считают, что оно является источником всех долгопериодических комет и комет галилейского типа, а также многих кентавров и комет семейства Юпитера. Внешняя часть облака Оорта является приблизительной границей Солнечной системы и легко может подвергаться воздействию гравитационных сил, как проходящих мимо звезд, так и самой галактики. Эти силы иногда заставляют кометы направляться в центральную часть Солнечной системы. Коротко-периодические кометы, исходя из их орбит, могут происходить не только из рассеянного диска, но и из облака Оорта. Мы уже упомянули, что в облаке Оорта огромное количество материала. Но что он из себя представляет? Внешнее облако Оорта, как предполагает, содержит несколько триллионов ядер комет, больших, чем приблизительно полтора километра, со средним расстоянием между кометами несколько десятков миллионов километров. Кстати, комета Галлея – подходящий опытный образец для всех комет в пределах внешнего облака Оорта. Предполагаемая объединенная масса всех больших комет в облаке примерно в пять раз больше массы Земли. Масса внутреннего облака Оорта в настоящее время неизвестна. Кометные тела могут длительно кружиться в облаке Оорта, могут выбрасываться из Солнечной системы, а могут устремиться в окрестности Солнца, превращаясь в настоящие хвостатые кометы. Если не учитывать кометы, то подавляющее большинство объектов облака Оорта состоят из различных льдов, образованных такими веществами, как вода, метан, этан, угарный газ и циановодород. Однако открытие объекта 1996PW, астероида с орбитой, более типичной для долгопериодических комет, наводит на мысль, что в облаке Оорта могут быть и скалистые объекты. Приведем пример. Анализ соотношения изотопов углерода и азота в кометах, как облака Оорта, так и семейства Юпитера, показывает лишь небольшие различия, несмотря на их весьма обособленные области происхождения. Из этого следует вывод, что объекты этих областей произошли из исходного протосолнечного облака. Это заключение также подтверждено исследованиями размеров частиц в кометах облака Оорта. Удивительно и то, что гравитационное взаимодействие с соседними звездами и галактические приливные силы изменили кометные орбиты. Сделали их более круглыми. Это объясняет почти сферическую форму внешнего облака Оорта. А это значит, что и облако Хилса, которое сильнее связано с Солнцем, в итоге должно все же приобрести сферическую форму. Недавние исследования показали, что формирование облака Оорта определенно совместимо с гипотезой, что Солнечная система формировалась как часть звездного скопления в 200-400 звезд. Эти ранние ближайшие звезды, вероятно, играли роль в формировании облака, так как в пределах скопления число близких проходов звезд было намного выше, чем сегодня, приводя к намного более частым возмущениям. Считается, что текущие позиции большинства комет, замеченных недалеко от Солнца, объясняется гравитационным искажением облака Оорта приливными силами, вызванными галактикой Млечный Путь. Подобно тому, как приливные силы Луны изгибают и искажают океаны Земли, вызывая приливы и отливы. Во внутренней Солнечной системе эти эффекты незначительны по сравнению с гравитацией Солнца. Однако по внешней Солнечной системе тяготение Солнца более слабо, и градиент поля тяготения Млечного Пути играет намного более значимую роль. Из-за этого градиента галактические приливные силы могут исказить сферическое облако Оорта, растягивая облако в направлении галактического центра и сжимая его вдоль двух других осей. Эти слабые галактические возмущения могут быть достаточными, чтобы сместить объекты облака Оорта с их орбит по направлению к Солнцу. Есть, кстати, любопытные расчеты, согласно которым за время существования планетной системы чужие звезды раз десять прошли через внутреннюю кометную копилку, вызвав учащение комет тысячу раз. Такое событие длится примерно 400 тысяч лет. За это время на Землю выпадает до 200 комет, в среднем одна комета в 2000 лет. В масштабах человеческой жизни это, конечно, не особо ощутимо, но в геологических масштабах можно говорить о кометном ливне. Такие ливни даже пытались связать с массовыми вымираниями видов на нашей планете. Кроме того, разгадку периодичности объясняли существованием немезиды, темной звезды массой в несколько сотых солнечной. Немезида, согласно этой гипотезе, движется вокруг Солнца по вытянутой орбите и каждые 26 миллионов лет входит кометное облако. Впрочем, станция Пионер-10, находясь на окраинах планетной системы, не испытала дополнительного ускорения, которое можно было бы объяснить влиянием немезиды или хотя бы крупной планеты размером с Юпитер. Хотя влияние тела в 3-5 масс Земли не исключается. Итак, облако Оорта по-настоящему интересная и малоизученная область, которая содержит десятки миллиардов кометных ядер. Некоторые из них мы уже увидели, другие же нам только предстоит. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok